27 августа Марс будет виден как вторая Луна. Такими заголовками интернет пестрит в конце каждого лета. На самом же деле Марс сближается с Землей раз в два года и два месяца. Это называется противостоянием. Минимальное расстояние, на которое могут подойти наши планеты, 55 миллионов километров. Происходит это примерно раз в 15 лет. Даже в это время Марс на небе выглядит как звезда, и разглядеть планету можно лишь в телескоп. В Самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» завершены испытания ракеты «Союз-2», предназначенной для первого запуска с космодрома «Восточный». Ракету-носитель «Протон-М» вывезли на стартовую площадку космодрома Байконур. 28 августа отсюда в космос отправится британский спутник «Инмарсат-5Ф3». Это уже третий аппарат для мобильной широкополосной связи на суше, море и воздухе. Планируется, что следующий спутник «Инмарсат» будет запущен также российской ракетоносителем «Протон-М» в будущем году. 11 сентября с космодрома «Куру» во французской Гвиане будет запущенный ракетоноситель «Союз-2» с европейским навигационным спутником «Галилео». До конца следующего года с экваториального космодрома планируется запустить еще пять российских ракетоносителей. На снимке созвездия «Лебедя» светящийся водород. С помощью специальных узкополосных фильтров автор показывает разнообразие космоса. В нижнем правом углу — туманность полумесяц. Остаток газа, выброшенного одной из звезд несколько тысяч лет назад. Снимок сделан с борта Международной космической станции. Красная вспышка справа — это спрайт. Редкий вид грозовых разрядов, бьющих на высотах от 50 до 130 км. В высоту такие разряды в десятки раз больше, чем обычные молнии. Спрайты представляют огромный интерес для ученых и пока мало изучены. Плазменные выбросы эллиптической галактики Геркулеса. Они вырываются из недр сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Потоки плазмы способны уничтожить жизнь на любой планете, которая встретится на их пути. 26 августа 1920 года вышла в свет научно-фантастическая повесть Константина Эдуардовича Циолковского «Вне Земли». Действие книги происходит в 2017 году. Ученые из разных стран объединились и, построив космические корабли, отправились в экспедицию вокруг Земли, на Луну и к другим планетам Солнечной системы. Циолковский подробно рассказывает об условиях полета и жизни в ракете, о колониях на искусственных спутниках Земли. Книга издана век назад, задолго до начала космической эры. По ее мотивам в 1935 году снят фильм «Космический рейс» режиссером Василием Журавлевым.